Это дьякон, очень хорошо, замечательно. Я хотел напомнить то, о чём об этом предмете говорил часто отец Александр Мень, что в грешнике вот всё это злое, оно уничтожится огнём божественной любви и правды, и вопрос в том, что останется. Останется тот и самый младенец, о котором упоминали на руках матери. И в сущности произойдёт то, что вся жизнь человека была напрасной. Он к концу жизни, то есть в итоге, для вечности сохранится только то, когда он был совсем маленьким ребёнком. Вот так и в каждом из нас. Все наши неправедные дела, поступки, они все уйдут. Останется вот только то немногое, что соответствует Божьей правде, Божьей истине. Ещё я хотел сказать о притче о Страшном суде. Мы не должны забывать, что это всё-таки притча. Это не описание реальных событий, которых мы с трудом можем себе представить, а, скорее всего, совсем представить не можем. По-разному представляют. Ира Языкова очень хорошо показала нам, как это было. Ну, так, чтобы людям полегче было понять, что происходит, или для себя какие-то выводы сделать. Я думаю, что главная цель притча – это сказать нам о том, что то, что мы сделали одному из малых, сделали Христу. Вот это самое главное. И что мы не сделали, мы не сделали Христу. И вторая цель притчи – сказать нам, что цель нашей христианской жизни – именно делание добра. А это цель. А, скажем, богословие, посты, праздники, всё-всё-всё – это средства. Средства для достижения этой цели. И вот, мне кажется, вот эти две вещи и важно вынести из этой притчи. Потому что действительно так разделить добрых и злых – задача неуполнимая. Потому что, ну как, в каждом человеке есть и доброе, и злое. Как их можно разделить? Это просто притча. А вот главное то, что вот сделали одному из моих меньших братьев, сделали мне. И что вот эта цель и нашей христианской жизни, и цель поста – в этом мы должны возрастать, вот в это время поста. Спасибо. Спасибо.